здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас спортивная программа у нас в студии все это время будет находиться кубок что за кубок кто его заработал каким способом какой как говорится спортивной кровью он был заработан завоеван об этом нам расскажут сегодня несколько наших гостей но в первой части мы поговорим с галина алексеевна карпухин и тренером команды спортивной школы по баскетболу спартак городского округа люберца здравствуйте галина алексеевна здравствуйте ну во первых очень хорошо с кубком смотритесь самой нравится я так понимаю что это же чемпион чемпионат московской области то есть как серьезная история мы всегда говорим в программах что любятся территории спорта и вот на вашем месте были представители самых разных спортивных на очень разных до вплоть до людей которые плавают там часами и так далее но что важно баскетбол ведь он входит наверное в пятерку и она так примерно говорю таких любимых видов спорта как вообще схема чемпионата выглядела в этом году рассказываю так с удовольствием послужим а команды были разделены на две подгруппы сколько по первой команде в первой команде в первой подгруппе было шесть команд во второй семь мы играли где шесть команд но они по регионам скажем так что было ближе ездить а вот а это сделано сверху это сделано да это все календарь это делает муфы б московская областная федерация баскетбола мы не имеем к этому никакого отношения ваша задача подготовить команду мы сейчас об этом поговорим но сама сам этот график календарь сколько нужно было сыграть игр вы знаете у нас получилось если считать первые шесть команд это значит мы сыграли 5 на 2 10 игр потом мы играли вторую часть вот группового турнира а потом уже финальную пульку так финальная пулька интересно это его финальной стадии да это финальной стадии четырех команд а это финальный стадии 4 команд четверть финал полу финал финал да ладно нет нет четверть и на получается за выход путь не в ней четверти она получается мы играем первую игру мы играем за выход за первое место и дальше уже играем за первое место из двух игр а мы получим финал когда 8 команд а здесь вот и с первой и первой стадии когда было 2 подгруппы там выход был к четыре команды из подгруппа 4 команды дальше к нам присоединялись команды из противоположной подгруппы тоже 4 таж 4 да мы разыгрывали и И вот уже из этих восьми команд образовалась четвёрка. Всё, я понял. Это четвёрка. Ну, в общем-то, нормальная спортивная схема. Нормальная, спортивная, долгая схема, да, играли. Ну, конечно, для нас соперники – это Химки, это школа Олимпийского резерва номер один, и город Дзержинский. Почему город Дзержинский? Вот изначально 2005 год рождения, потому что это первенство Московской области 2005 года рождения, изначально мальчишки, вот знаете, они мотивированы всегда в мире. Мотивированы, и они выигрывали. Они у нас выиграли, когда был младший возраст. Потом мы подровнялись, и начались вот эти весы. Кто выиграет? Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. И вот у нас это второе место, второе место и второе место. Но в том году мы проиграли Химкам. Не Дзержинки. Не Дзержинки. Вот. Но мотивация, говорю, города, мальчишек города Дзержинский, я их прям уважаю за это. Они молодцы. Настолько они настроены на победу. Они небольшого роста. Юркие. Они юркие. И им нужен мяч. Просто так ты этот мяч не заберешь. Они бросаются. Только дайте мяч и все. Только дайте. Они молодцы. Вот. И мы уже, когда играли вторую часть в подгруппе, у Химок мы выиграли 42 очка. По идее у Химки-то нам были уже не конкуренты. А вот именно Дзержинский. И, конечно, хотелось выиграть. Хотелось выиграть. А с учетом того, что моя доблестная команда играет, как сказать, неровно. Мы можем вести 20 очков, а потом у нас настроения испортились. Расслабились. Перестали забивать. Мы, думаю, в второй части. Перестали забивать. Спустили. И вот это когда спустили, надо их заставить каким-то уникальным образом. Чтобы опять... Чтобы они вернулись, что ну да, ну да, перестали забивать. Начните заново. И вот мы эту победу, конечно, не то, что выстрелить, но мы выиграли. Мы выиграли по игре. Мы действительно намного сильнее. Поэтому она и дороже, и золотая эта победа. И плюс чемпионат был... Не чемпионат, а первенство. Чемпионат, когда это уже мужские команды. Тяжело. Будем называть чемпионат, то есть самое красивое. Ну, переста так, конечно, чемпионат. Да, 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 тяжело. Для нас это чемпионат. А сколько участников в команде? Вот вся команда, сколько заявленных? Двенадцать. Двенадцать человек всегда... Это же немного. Ну так, я имею в виду по... Это 12 человек, которые все время должны быть в форме, ты в любую минуту должен выйти на площадку и играть. Да, потому что кто-то же может... Здрасте, Най, за пять фолов усесться, скажем так. Сколько сейчас идет вообще игра, потому что, ну, я имею в виду по времени. Ну, по времени мы играем четыре четверти по десять минут. Четыре четверти по десять минут? По десять минут чистого времени. Чистого, чистого времени. Ну, конечно, если что-то, там идет дополнительный пятиминутки. Ну, просто если мы посмотрим, я не знаю, смотрят ли ваши, значит, подопечные, но или баскетбол, или волейбол, ну, уж не говоря про футбол, да, там, 70-х, 80-х годов, иногда кажется, что это какая-то замедленная съемка, потому что там немножко другие были, да, скорости, и по-другому иногда правила. В волейболе правила тоже изменились довольно, да и в футболе. Двенадцать человек, вы их выбираете, у вас же все-таки школа. По какому принципу? Или это вся команда вот так и есть? Вы знаете, это вся команда есть. Старший возраст, честно говоря, очень тяжело сохранить. Разбегаются. Особенно после девятого класса. Как разбегаются, так откровенно, боятся сдавать все ЕГЭ. И начинают убегать, как я говорю, в ПТУхе. Ну, а что, ПТУхе мешает, что ли, учиться в школе, в Спартаке? К сожалению, у нас-то спортивный класс, и у нас они успевают на тренировку. А когда они уходят в колледж... Не успевают. Конечно, это очень тяжело выбрать время для тренировочного процесса. Кто-то на это готов. У меня таких мальчишек двое, Дима и Иванов, но они успевают. А еще у меня мальчишка, который в Уоре, Скотников, Сережа, он в училище Олимпийского резерва в Химках, но играл он за нас, так можно. У меня вообще двое в Уоре. У меня Симаков Сергея в Уоре забрали, потому что там 2-10. Я думаю, это даже интересно Химкову забить, будучи самим в Химках, но забить Химкову. Знаете, как тренер тренирует команду и играет против той команды, которую он раньше тренировал, например? Показать нужно. Это да, да, да. Или когда игрок какой-то уходит, не дать ему ничего сделать. Галина Ксена, у нас, к сожалению, так получается. В первой части только вы у нас здесь в гостях. Во второй мы уже с парнями будем разговаривать, с обладателями этого кубка уже те, кто на площадке делали это чудо. Как вы с ними вообще работаете? Вы жёсткий тренер, вы мягкий тренер. Наверняка же вы как педагог, как воспитатель ещё чувствуете, вот сегодня у неё что-то не то происходит. Вы всё знаете. Тем более вы же их ведёте с какого-то… с какого возраста? С детства. Ну, получается, с 7 лет. С 7 лет. Они на ваших глазах другими становятся? Это как в Москве слезам примерить. Надо одного научиться организовывать, а потом за запросто. Тяжело в младшем возрасте. Там же подключены ещё родители. Амбиции родителей идут. И надо справиться. А потом уже в старшем надо уметь с ними разговаривать. Они же взрослые. А хотя по мозгам-то они ещё. Ну, чуть-чуть. И вот надо просто уметь. Ну, наверное, как-то у меня это получается. Уметь находить с ними общий язык. Доказать им, что это нужно. Ну и потом, ведь мы же с вами прекрасно понимаем, мера таланта, она тоже довольно сложный такой элемент. Есть звёздочки, которые действительно, ну вот что называется, от Бога. А есть хорошие трудяги, у которых всё получается. Бывает, когда команда вот прямо, вот хоть сейчас на чемпионат едет, жаль, его нет. И вдруг, когда чемпионат, когда нужно подобраться, что-то происходит. Вот для вас вообще вот эта сама спортивная история. Понимаю, что стоит кубок, тут как бы это как вот печать, ну... Сделали. Сделали, да. Но это же такой огромный труд. Я никогда не тренировался в спортивной школе. Но, кстати, начинал со Спартака. Я, по-моему, ходил месяц на фехтование. Мы тогда все на фехтование ходили, так что со Спартака я начинал. А потом был гандбол. Ну, я остановился на волейболе. Я помню эти тренировки, потому что у нас был такой тренер. Было как-то, что школа, не школа. Мы работали по полной программе. И там ещё надо было добиться, чтобы тебя поставили на площадку. Большой был такой. Ну, ты покажи себя. Вот как вы делите их на талантливых, неталантливых? С этим надо так, с этим так. Этому вес сбросить. Этому, может быть, я не знаю, ещё какие-то упражнения на вытяжку сделать. Ну, конечно. У кого-то запросто получается. Ну, не запросто скажешь. С трудом, ну, ему дано. А у кого-то нет. Я не то, что делю, а он хочет. Я просто стараюсь помочь. Стараюсь помочь. Оказывается, ты же можешь, сделай. Но у тебя это получится. Потому что иногда, конечно, руки у человека опускаются. Вот он вышел, у него не получилось это. Это всё. Я вообще ничего не хочу. И начинаешь как-то подстраиваться, подлаживаться, чтобы этому ребёнку, но они всё равно ещё дети, как-то доказать, что нет. Надо постарайся. У тебя это получится. И получается. И получается. Кто-то, я говорю, кого-то не надо просить, не надо заставлять. Он сам, у него есть коридор, я это хочу, я это сделаю. Кстати, сейчас тут у меня придёт товарищ, такой перепенка, Руслан. Вот он, у него вот, я хочу. А кто-то, который, это у меня такой есть Андрей Гутер даже, буду в фамилии говорить, вот у него всё, он не получится. Вот он, Андрей, ну у тебя получится, давай сделай. И правда, вот в конце уже, когда сейчас играть, и он и перехватил, и забил, и оказывается, сможет. Хорошо, с другой стороны, команда. Команда же, понятно, что тренер, но команда ещё живёт немножко сама по себе. Бывает вот вообще такой командный буллинг, когда кого-то, кто кого-то не принимает. Или кто-то, ну, например, в футболе, мы понимаем, если что, не забил пенальти, вроде как все его буквалят. Ну, кто-то, там такие бывают скандалы. Ведь очень важно, чтобы тренер создавал такую команду, чтобы внутри ничего не происходило. Рассказываю. Как? Я ещё в детстве сказала, вы знаете, здесь командир я. И вот эти ваши отношения внутри узнаю, пеняйте на себя. Всё, понятно. Дальше можете не продолжать. Ну и самое последнее, в связи с предпоследним вопросом, сейчас нас смотрят вот те самые родители, которые хотят, чтобы их сын добился каких-то успехов. Или просто, а давай-ка пойдём в баскетбольную, ну, «Спартак» – красивое название, чемпионы Московской области. Как к вам попасть? И кого вы набираете? Как это происходит? Мы набираем круглогодично. Где? Приглашаем всех. Ну, лучше всего, конечно, это подходить Смирновская 2А в «Спартак» сразу к тренеру, чтобы тренер видел, посмотрел ребёнка, поговорил с родителями. Конечно, можно записываться через госуслуги, система «Навигатор», «Мой спорт». Ну, справки там, все дела. Ну, справки, да, конечно, очень важно, чтобы была справка от врача. Чтобы был допуск, ребёнку можно заниматься спортом. Вот если ребёнку можно заниматься спортом, любого можно брать на баскетбол? Предположим, он хочет. Ну, знаете, шанс дать... Маленький, толстенький. Вы знаете, что самое интересное? Что когда приходит маленький, толстенький ребёнок, но мы же не знаем, какой он будет в 11 классе. Он может вырасти, и вот из этого маленького толстенька превратиться в чемпион, это невозможно. Вот всегда говорю, когда говорят, что... Ой, да что маленького роста? Пример. У меня девочка 93-го года рождения. Когда она... Ну, она метр пятьдесят шесть. Так, так. Настя такая, Мамедова. И мама мне, ну, вы знаете... Ну, куда она, на маленькую? Ну, мы не хотим там... Я говорю, откуда вы это знаете? Не поверите. Они поехали на первые Олимпийские игры и фотографировались с Медведевым, когда он был президентом. Ну, вот видите как. Спасибо огромное. Мы прощаемся с Галиной Алексеевной Карпухиной, тренером команды спортивной школы по баскетболу «Спартак» городского круга Люберца. А два спортсмена, два обладателя кубка будут через некоторое время здесь в студии. Спасибо вам большое и с победой вас. Спасибо большое. До встречи. Ну, молодец. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Поговорили мы с Галиной Алексеевной Карпухиной, тренером команды спортивной школы по баскетболу «Спартак» городского круга Люберца, которая тренировала команду, которая заработала, выиграла вот этот самый кубок. И у нас два представителя сейчас находятся в студии. Иван Бородач, выпускник этого года, капитан команды спортивной школы по баскетболу «Спартак» городской круг Люберца. Капитан, да? Правда? Вот. Это же важно. Это главное, значит. Ну, заместитель тренера бы так сказал. А повязка какая-то есть или чего? Нет, просто в протоколе определенно отмечается капитан. А когда капитан уходит с площадки, его кто-то заменяет или нет? Нет, просто капитан со скамейки помогает. Ага. Громче всех кричит? Ну, и не только. Есть определенный момент. Главное, со скамейки мяча не забивать. Да, засчитает. Руслан Пилипенко, российский тоже баскетболист, выпускник спортивный. Видите, уже как российский баскетболист. Звучит уже прямо, да? Выпускник спортивной школы по баскетболу «Спартак» городского круга Люберца. Времени у нас немного. Ну, нам рассказали все сложности вашего турнира. Получается, все-таки команд было много. Всего 13, я так понимаю. Да, в начале. Давайте о финальном матче поговорим. Как вы к нему подходили, капитану? Расскажите. Во-первых, в команде все время нормально была обстановка? Да, в команде всегда была спокойная обстановка. Мы на протяжении даже всего сезона. Все было спокойно, все понимали, зачем мы это делаем. Остался последний сезон. И команда очень сильно хотела забрать этот кубок. Поэтому все трудились, не покладая рук. А вы в школе с какого, в общем-то, возраста? В какой именно? В спортивной школе? С четвертого класса. С четвертого класса. А вы? С десятого. С десятого. А, то есть вы уже пришли такой уже, да? Да, сначала легионер был. А, легионер, понятно. Скажите, а как вас приняли? Я все хочу понять. Буллинг в команде существует или нет? С одной стороны, это же может помогать, когда новенькие приходят. Это же всегда сложно. Нет, наоборот, поддерживали. Поддерживали, да? Да, дружная команда. Ну, покажи, что умеешь, да? Надо же иметь сразу, что показать. У вас же 12 человек участвовало, да, вот в этом чемпионате? Да, 12 человек. Как это вот 12 человек? С одной стороны, это вроде бы много, дюжина, да? С другой стороны, это мало. Вот у вас что проходит? Вы там как-то настраиваетесь перед игрой? Что-то говорите? Какие-то, может быть, у вас есть традиции? Как это происходит? Да, в общем, традиций-то никаких нет, но обычно перед играми у нас собрание с тренером мы сидим. С тренером я понимаю. С тренером мы примерно понимаем, как это происходит. Иногда в круг. Правнув внутренне в команде. Ну, а перед матчем мы встаем в круг. Да. Да, капитан речь говорит. А, что вы говорили на финале-то, скажите? Ну, есть два варианта на финале. Можно выиграть кубок, можно проиграть. Тем более, что нам приоткрыл залез тайный тренер, что как-то в последнее время он сегодня доставался и не доставался. То есть опять же мог не достаться? Мог, но мы были уверены, что мы его заберем. И что вы сказали? Я вышел и сказал, что мы его сейчас выходим и забираем этот кубок. У нас остался последний шаг. Вот буквально мы шли-шли-шли по этой лестнице. И остался маленький шажочек, чтобы забрать этот кубок. А как вообще игры проходили? Вот были сложные? Или до финала более-менее вы легко проходили все? Нет, каждая игра была сложная. Да? Да. А было такое, как у нас в кино показывают, что там то налево весы, то направо, то налево, то направо. С орбиты, когда играли, допустим, или с химками теми же. То есть всегда напряженная борьба была. А, ну, вот нам еще тренер, она же имеет право про вас все правду рассказывать. Тем более, вы теперь чемпионы, победители, там первенство у вас специально это называется. Она говорит, что вы могли, например, забивать каких-то мячей, потом расслабиться. Да-да, сдала она. Да-да, такое тоже может быть. В эфире. Ну, как такое может произойти? Вот представьте, что вы сборная России по баскетболу. Вы финальный матч. Причем я вам команду хорошую подберу. Сборная США. И вот у вас, я не знаю, счет. Мы же знаем, да, 72-й год, целое кино снято и так далее. Ну, немножко другой баскетбол, другие правила. Но по накалу спортивному, политическому, да, очень похоже на сегодняшний день. И вот вы назабивали там, ну, сколько надо, чтобы нормально было, ну, хотя бы 15-20 очков, да, разница. И вдруг вы начинаете их терять. Что происходит-то, товарищ капитан? Что произошло? То есть, потому что команда расслабляется. Почему она расслабляется? Ну, это морально, то, что ты вот вроде вышел в плюс, думаешь, что будем менять преимущество, можно слегка отдохнуть и происходит спад. А слегка отдохнуть это как? Ну, где-то там не доработать, где-то здесь не доработать. И вот очки на этом спокойно теряются. А соперник в это время, как мы понимаем? А соперник в это время понимает это и начинает отыгрываться. Вы же тоже бываете в такой ситуации, когда соперник дает вам немножко поиграть, правильно? Да. Хорошо. Самое сложное, что было в этом финале? Может, болело чего? Может, как без травм все подошли? Или были у кого-то? Ну, стычки были, без них никак. Кому-то у нас, одному парню разбили глаз на игре прям. Ну, в смысле глаз. А, бровь. Да, ногой ему попали. Ну, все хорошо? Ну, да, сейчас все хорошо. То есть, на память ему останется, наверное, что-то там какая-нибудь ссадина, да? Ну, скорее всего. Шрамы украшают, да? Да. Слава богу, что все нормально. Русан, скажите, а вот когда вы чувствуете, что как-то игра идет не так? Или кто-то действительно, ну, что-то сегодня не играет? Ну, вообще, ну, это сейчас не про финал, а вообще. Как вот сделать так, чтобы человеку намекнуть, что ты сегодня не такой? Ну, нужно подбодрить опыты эти. Да? Ну, как подбодрить? Ну, давай соберись, все в порядке. Ну, промазал, промазал. Игра продолжается. Ну, ведь в команде всегда есть лидеры, на которых рассчитывают. Или не может быть, что вся команда из лидеров состоит, нет? Нет, так не может быть. Так не может быть. Поэтому всегда есть кто-то, кто ведет за собой. Ну, понятно, что тем более у вас как бы целая школа Спартака, кто-то должен выйти. Ну, опять же, поймите меня правильно, из киношной истории. А есть нормальная работа, когда вот начали проигрывать, да, очки начали моментально куда-то исчезать. Приходит понимание, что либо мы так, либо вот так. Вы же там еще меняетесь, там кого-то можно поменять, выпустить кого-то, тренер выпускает, кого-то сажает на скамейку. Верно я говорю? Да, замены происходят в игре, но в основном есть основные там 6-7 человек, которые чаще всего находятся на площадке. Вот именно на них идет расчет. Ну, хорошо. Давайте к финалу. Как все-таки кубок был завоеван? С каким счетом вы выиграли? Мы так и не узнали-то. И вы не помните уже какой счет? Счет, честно, не помню. Ну, разница хоть какая в счете? Вам не больше 10. А, ну, то есть вы выиграли так более-менее, ну, как бы, видите, до чего интересно дошла такая борьба, что уже даже не помню с каким счетом. Ну, конца игра была напряженная. Вся игра была напряженная. Часто останавливали? Да, довольно часто. Было много нарушений, таймауты брались, остановки были. Ну, мы опять же вели. Мы вели и чуть-чуть упустили счет. И опять же... Опять вернули, да. Ну, то есть команда там могла, в принципе, немножко не хватило вас передавить. Тут же ж кому-то у кого передали. Да кто больше хочет. Ты же баскетболишь не всегда, да, когда ты выигрываешь, кажется, уже у тебя там 20 очков, 25, все может рухнуть в любую минуту. Как в любом виде спорта. Ну, просто баскетбол уже, так сказать, непредсказуемый вид спорта. У тебя, допустим, сейчас летит, ты можешь забить, а потом перестает, и ты... Да, вот кто-то нам не помогает в это время, да? Должен в защите. Ага. Хорошо. Можешь сыграть. Какие-то вы готовите стационарное положение, да? Мы понимаем, что вы должны уметь мячом попадать в это самое кольцо с разных сторон, да? Есть такое специальные какие-то упражнения? Ну, классические упражнения, это броски просто с разных точек. Вот это определенное количество, которое ты должен забить с каждой точки. Но вы можете, каждый из вас, вот если мы сейчас представим себе площадку, не игра, а просто вот, и пройдемся, выберем места, чтобы с каждой точки попытаться попасть в кольцо. Есть такая тренировка? Конечно, да. Так это на каждой тренировке. Что-то вы посуровили. Нет, ну это классическое упражнение. Нет, нет, ну так я же, о чем и говорю. Я-то ж не тренируюсь давно, а люди-то не в курсе, наверное, как происходит. Сколько идут тренировки по времени, а сколько раз в неделю? Ну, понедельник, пятница, пять дней. В основном два часа, два с половиной. Ну и вы же понимаете, что между тренировками вы тоже должны как-то поддерживать себя. Я уж не знаю, делаете ли вы зарядку, но, наверное, как-то спортивный образ жизни вы ведете, да? Да, ну для себя каждый тренируется, кто хочет. В фитнес-зал там. Ну сейчас вот вы выпускники, я так понимаю, что вы из школы сейчас уходите, все? Да, все, мы уже ушли. То есть вы уже ушли, да, но вы ушли красиво, да, теперь вы уже вошли в историю, вот, на ваше место сейчас придут другие ребята. Вот как вы считаете, что очень важно вообще в любом такой спортивной команде? Там же есть несколько вариантов. Есть тренер, хороший тренер, да, опытный, тренер, который за вас беспокоится порой больше, чем вы. Есть команда. Что еще нужно? Родители. Родители. Родители поддерживают? Чтобы родители поддерживали тренеров и своих детей. Были на ваших матчах-то родители приходили? Ну, друзья, подруги, я понимаю, тоже приходили. Ну, некоторые, да, пришли, друзья. У нас, по-моему, весь зал был заполнен. То есть вы всех собрали? Да. Ну, не только мы еще, и соперники собрали. Кто кого перекричал из Борисиков? Да, на мы перекричали. Понятно. Хорошо. А вот большой спорт вы собираетесь как-то, или на этом вы заканчиваете историю свою баскетбольную? Ну, сейчас у нас будет студенческие лиги, мы там еще и будем играть. Студенческие лиги, да. То есть вы можете перейти вот в этот самый, да? Да. В Лигу СБ. Ну, то есть есть пока желание заниматься спортом. Еще такой вопрос, наверное, к Руслану. Вот, потому что Руслан и Иван у нас здесь присутствуют. Насколько я успел заметить, рост у вас разный. Вот у меня рост 185 или 186, я уже чуть-чуть ниже начинаю, видимо. Когда-то был 188. Это, в принципе, такой, ну, для волейбола нормальный вполне себе рост. Ну, и на волейболе, я помню, у нас были ребята такого роста маленькие, которые творили какие-то невероятные чудеса и прыгали в два раза больше, чем мы. Вот есть разница, рост играет какую-то роль Руслана в баскетболе или не играет? Ну, мы же видим, что баскетболисты, когда идет команда баскетболистов, кажется, что ты из детского сада вышел. Нет, не играет роль. А что играет? Ну, характер, желание также. И тренировки. Просто нужно больше выкладываться, чем остальные, вот и все. Ну, и потом, маленького же тяжелее поймать, вот этим большим. Да, так и есть. То есть раз, 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 раз. Это уже от тренера зависит. Вот тренеры, ну, как сказать, есть стереотипы, то, что маленьким сложнее играть. Вот поэтому они берут. Ну, надо просто показать себя на площадке, и тогда... Ну, что, ребят, время заканчивается. Понятно, что спортсмены обычно, тем более только что завоевавшие этот титул, кубок держали, наверное, уже все, целовали все. То есть радости было много. Вот. Вот мы хотим пожелать от имени нашего всего творческого коллектива, я так думаю, что и от всей нашей спортивной общественности, чтобы у вас получилось, может, теперь в студенческом варианте, вы там еще какой-то кубок заработаете. Но там уже будут другие условия, потому что вы уже, как говорят у нас, стали взрослыми людьми, двери во взрослый мир открылись. Но в любом случае, в вашей истории уже навсегда останется кубок. Это, по-моему, круто. Спасибо вам большое. Мы поздравляем вас, ваших родных, близких, всех, кто вас пришел поддержать. И, кстати, особенно тех, кто не особо, может быть, верил в вас. Такой тоже же вариант. Особенно, когда команда начинает проигрывать, ну, по крайней мере, как болельщик. Такое тоже бывает. Иногда начинает болеть против тебя. Мне кажется, это самое страшное, что может произойти с командой. Спасибо большое. Ну, у нас в студии были Иван Бородач, выпускник 2023 года, капитан команды спортивной школы по баскетболу «Спартак». И Руслан Пилипенко, тоже выпускник, тоже этой школы, городского округа Люберца «Спартаковцы» наши гости. Мы пожелали победы. Ну, а всем, кто, может быть, сегодня задумается, куда бы отправить своих детей, подумайте. Кубков на всех у нас хватит, правильно? Конечно. Но не каждый кубок можно заработать. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова